Доброе утро, Америка! Я Арстоцкий, а это Крусейдер Кингс 3, и сегодня мы с вами возвращаемся в Атлантическую конфедерацию к вице-президенту Бобу. В предыдущей серии, играя за президента Джея Праведника, мы смогли покорить большую часть восточного побережья и приблизиться к восстановлению Америки. Сегодня, я надеюсь, у нас получится возродить Соединенные Штаты, но для этого вице-президенту Бобу нужно стать легендарной личностью. То есть нам нужно устраивать разные мероприятия, зарабатывать репутацию и желательно еще победить на президентских выборах. Давайте посмотрим на свойства Боба. Он амбициозный, упертый и заносчивый. Имеет среднее ученое образование, пьяница, знаток городов и административный придворный. Как мне кажется, у него есть все необходимые навыки для того, чтобы стать новым президентом, но этого может оказаться недостаточно для выборщиков. Поэтому я хочу сегодня еще сходить в университет, чтобы прокачать образование. Давайте начинать. Для начала было бы неплохо решить вопрос с наследником, потому что прямо сейчас у нас нет наследника игрока из нашей династии. Родственники, которые могут унаследовать мои титулы, но мне они не нравятся. Вот, например, Оратор Олмстед, это временное решение. Если вдруг у меня появится ребенок, который будет обладать хорошими навыками, то я перестану голосовать за Олмстеда. Кстати, у него тоже есть дети. Полковник Ноэль, мне не нравится. Джаком Баттиавельт тоже не нравится. И Габриэла еще пока что слишком маленькая, чтобы что-то о ней говорить. У вице-президента Боба были дети, конечно, но они, к сожалению, все умерли от кори, от болезненности. Не повезло ему в этом плане. И если вдруг моя жена, вице-президент Даниэль, не сможет мне никого родить, то у нас есть альтернативный выход, мы можем просто кого-нибудь усыновить. Надеюсь, нам не придется к этому прибегать, поэтому я прямо сейчас постараюсь свою жену соблазнить. Шанс успеха 30%. Она благонравная, ей не нравится моя упертость. Ничего. Я уверен, вице-президент Боб сможет ее сердце завоевать. И еще у меня сейчас огромный уровень стресса, и надо бы его сбросить. Кстати, меня радует то, что легитимность у меня высокая. И чтобы сбросить стресс, надо бы устроить какой-нибудь пир, но пока что мне не хватает золота. Давайте запустим время, подкопим денег. Доход у нас очень хороший. Еще и вассалы приходят ко мне, клянусь в верности, это радует, плюс 50 золота. В наших владениях все прекрасно. Манхэттен процветает, остальные земли тоже. Кстати, у нас появилась довольно сильная фракция свободы. Они хотят снижения авторитета короны, как всегда. И договориться о союзах с этими вассалами у меня никак не получится. Так что придется, скорее всего, с ними воевать. Ты милостивый мужчина, Боб, но в этом смысле ты меня не привлекаешь, говорит вице-президент Даниэля. Выглядит неуверенно. И затем добавляет, только провиденца знает, что готовит нам будущее. Жена не поддается моим соблазнениям. Вот это да. Кстати, она еще и верит в американскую мечту. Потребовать обращения? Да. Надо еще вспомнить, кто наш президент. Наташа. 53 года ей, она тоже пьяница, как и я. И она исключитель. Можем ли мы ее убить? Наверное, да. Но соучастников мы вряд ли каких-то найдем сильных. Так что, наверное, делать этого пока что не будем. У меня, кстати, появилась теория, почему я не мог и голосовать за себя на некоторых выборах. Скорее всего, это из-за того, что предыдущий президент был из моей династии. И следующий президент должен быть из другой. Поэтому на следующих выборах возможность проголосовать за себя у меня будет. Скорее всего, меня выдвинут как кандидата. Фракция Свободы выдвигает нам ультиматум. Замечательно, угроз я не потерплю. Начинается гражданская война. И мы собираем всю нашу армию. После того, как война закончится, я начну устраивать пиры. Схожу в какой-нибудь тур. Лидер восстания представителей Лесли из Деловерской долины. Мы идем к ней в Филадельфию. Город это, кстати, большой. Тут еще великий храм есть, который построил президент Джей. Все, наша армия в сборе. Идем в атаку. Кстати, освященный орден смогу нанять? Смогу. Потому что представитель Лесли из Деловерской долины состоит в клубе трансценденталистов. Они возвышают индивидуализм как свою основную духовную опору. Общество, договоры и принуждения, которые управляют человеком, не позволяют людям соединиться с духовностью природы и повседневной жизнью. Трансценденталисты не верят, что божественное скрытое от досягаемости, оно присутствует в лесах, водах и горах живого мира. Но созданные человеком правила закрывают нам глаза на его божественность. Ну понятно. Обычные любители природы. Сейчас мы их побьем. Не повезло другим членам этой фракции, конечно. Из-за того, что у них такой лидер. Потому что у меня есть возможность морскую пехоту позвать. И мы побеждаем в бою первом. Люси на моих глазах работала совсем. От пиявок до разлагающихся тел. Так что видеть беспокойство на ее лице крайне непривычно. Я ваш врач. И в мои обязанности входит забота о вашем здоровье. Говорит она, глядя в пол. В том числе о вашем репродуктивном здоровье. Я могу приготовить настойку, которая поможет вам и вашей жене. Я также читал об экспериментальных методах лечения. Как кажется, они весьма действительны. Значит так. Так, на кону будущая держава я испробую что угодно. С 97% шансом я получу восхитительное лечение бесплодия. Их жена моя тоже. Все молоко дает жизни. Козье молоко особенно сильно. Прежде чем вы и ваша жена попытайтесь зачать, и скупайтесь сначала в козье молоке. Пожалуй, стоит налить его в лохань. Несмотря на крайне специфичный запах молока, Люси уверена в положительном результате, и я чувствую себя отлично. Она велит нам быть терпеливыми, но я думаю, что в ближайшее время стоит ждать пополнения семейства. Давай уединимся в моих покоях, Даниэль. Запоминайте, ребята. Во Филадельфии фортификация 12. Давайте тут оставим осадную армию. 10 тысяч солдат мне хватит. Будем преследовать мятежников. Но здесь мы, возможно, проиграем. Но я не верю в это. Невозможно такое, да. Отлично, победа за нами. Другая армия мятежников уже осаждает Манхэттен. И на осаду у них уйдет 15 месяцев. Ладно, снимаем осаду с Филадельфии. Давайте сначала победим на поле боя. Хорошо. Теперь бежим опять защищать Манхэттен. Прямо перед началом боя у меня пропал командир. Мы победим без него? Да, хорошо. Наши воины и так справляются. Немного меня раздражает вот эта плотность городов. Очень много названий. В одном месте все сливается. Нифига не видно. Снова началась эпидемия кори. Врач предлагает высадить цветы за 240 золота. Ладно, давайте. Не забываем про изоляцию столицы. Давайте еще раз подеремся. Все. Теперь точно идем на осаду Филадельфии. Оратор Лесли из Деловердской долины умирает. После небрежного лечения кори. Лидером фракции становится оратор Адена. И она уже у меня в темнице сидит. Так что мы навязываем требования. Вот и все. А то развили здесь суету. Некоторых вассалов, которые ко мне хорошо относятся, я буду освобождать за золото. А тех, кто меня не любит, например, оратор Джубал из-за провинции, будет лишен своих титулов. Вот, посмотрите, как много золота у нас теперь есть. Самое время веселиться. Устраиваем пир. Конечно же, в Манхэттене. Максимально в него вкладываемся. Гости разжижаются под мам, стресс я уменьшил. Все прекрасно. Теперь было бы неплохо в большой тур сходить. Но для этого нужно еще больше золота. У меня в сердце бездонная дара. Люси, моя верная подруга и наперсница, вырвана из моей жизни. И хотя вокруг большая толпа оплакивающих, мне одиноко как никогда. Моя сестра и мой лучший друг, оратор Люси, которая правила Бостоном и была членом Ордена, между прочим, умерла во сне в 20 лет. Скорее всего, это из-за гриппа. Очень грустно. Но нужно крепиться и жить и дальше. Бостон, кстати, унаследовал я. Ну пусть он и остается под моим контролем. 1140 золота у меня есть. Вроде как этого должно хватить на величественный тур. Хотя бы четырех вассалов надо посетить. Зайдем к полковнику Эссопу, к председателю Лукреции, к оратору Марсии и оратору Жордану. Здесь я тоже буду максимально вкладываться. И целью моей будет отдых. Ох, как много опасностей. Надо стражу нанять. Вот, немного полегче стало. Пусть начнется большой тур. Много времени прошло с тех пор, как мне пришло в голову повторить путь моего знаменитого отца к славе. А умер президент Джей и того раньше. Чтобы выйти из этой тени, придется приложить немало усилий, как душевных, так и телесных. По сей день я чувствую, что мир не оценивает меня по делам моим, но постоянно сравнивает с ним. Да, меня уважают, но довольны ли этого? Какие деяния прославят меня в веках? Позволят превзойти отца. Мне еще многого предстоит добиться. Ох, эта тень величия, как я ее не люблю. Но я смогу превзойти президента Джея? У него был четвертый уровень репутации, у меня будет пятый. У Боба все получится, ему бы еще пить бросить. Но для этого надо в паломничество идти, наверное. Еще одно наследие династии открываем. Престижное развитие. Получать 150 престижа и возможность привлечь гостей при возведении здания в городском владении. Берем. А это хорошая штука. То есть я могу, например, в Квинсе, который арендует священный орден, что-нибудь сейчас построить самое дешевое. И за это получить немного престижа. Давайте торговый порт поставим. Есть у меня еще какие-нибудь города под контролем? Вроде нет. Оратор Жордан из Коуланда отказывается меня принимать. Разломать проклятые ворота. Тур заканчивается. Третий уровень величия мы набрали. 800 престижа. 75 признаний. Хорошо. Еще примерно 2000 престижа у меня будет слава мирская. Но потом надо будет 15 тысяч репутации набрать, чтобы стать легендарной личностью. Значит, надо еще турнир устроить. Или большую свадьбу. Но пока что женить мне некого. О, прекрасно. Моя жена Даниэль беременна. Это радует. Вообще, чтобы больше престижа зарабатывать, нужно сменить образ жизни и сфокусироваться на величии. Здесь надо прокачать ветку Большой Сыр. Тут есть плюс к престижу за каждого рыцаря, за могущественного вассела в совете. Ветка учености пока что мне не нужна. Даниэль родила мне дочку. Назвали ее Джина? Хорошо. Возможно, Джина, ты станешь новым президентом Америки. Или хотя бы вице-президентом Атлантики. Корпус морской пехоты хочет взять в аренду город Кутстаун. И за это они платят 1062 золота. Кайф. На эти деньги мы можем устроить турнир. Проведем его в Бруклине. Состязаться будем в декламации, в настольных играх. Ну и для тех, кто любит подраться, пусть будет борьба. Но я в этом участвовать не буду. 1852 золота уйдет на большой турнир. Надеюсь, престижа мне за это много навалят. Отлично, я присоединяюсь к состязанию декламации. Пора показать миру мои умения. Бабах! Внезапная вспышка молнии предваряет раскат грома, когда я собираюсь подняться на помост. Очевидно, что на место приятной погоды пришла пасмурная, не успевая я и шага сделать, как начинается дождь. Толпа вождающий смотрит, хоть и немного колеблется, промыкаясь каждой минутой. Я раскрываю рот, и очередной раскат грома проносится над собравшимися. Я поднимаю взгляд к небу. Да, это будет то еще испытание. Нужно этот раскат грома в свою пользу обратить. Я обожаю испытания. Погода придает пафоса вашим словам. Получилось. Фанфары гремят, толпа ликует. Я поднимаюсь на помост, с которого буду декларировать и приветственно машу рукой. Зрители притихли, глядя, как я принимаю героическую позу. Выпейте в грудь и широко разведя руки. Я открываю рот, пересохший рот. Очень-очень пересохший. Я пытаюсь говорить, но слова застревают в горле. Сотни глаз смотрят на меня. Почему я не могу произнести ни слова? Тугой узел в животе, о существовании которого мне не было известно всего несколько мгновений назад, болезненно сжимается, и ропот толпы становится все громче. Смотрите, трехглавая обезьяна. Толпу не удалось одурачить. Ладно, я буду взывать к высшим силам. Может быть, они мне помогут. Последний куплет. И зрителям не нравится. В декламации побеждает представитель Сесилия из верхней соскуя Ханны. Ладно, может быть, в настольной игре мне повезет. Мой соперник оратор Харлан из Шамплена, но я попрошу его уступить. Следующий соперник эмиссар Сальвадор. Пусть он мне тоже уступит. А вот с представителем Эдвина мне придется сразиться в настольной игре. У него 37 учености. Стол переворачивается с громким треском, и Блэк Джек с фигурами разлетаются прочь. Эдвин уж несколько ходов пребывает в дурном настроении, осознав, что допустил простую ошибку, обратившую игру в мою пользу. Да-да, вы выиграли вице-президент Боб Нойтон довольны? А, так мы в Блэк Джек играем. Так все, я побеждаю? Легчайшая победа. Воистину, никто в державе Атлантика не может сравниться со мной. Вот так-то. Начинается борьба. Так-так-так, подождите, а кто? Кто меня допустил к этому состязанию? Я отвратительный борец. Мой следующий соперник Жерард. Не-не-не, я сдаюсь. Мне нельзя рисковать своей жизнью. На этих турнирах, о, моя награда, призовая миска. Теперь надо где-то 15 тысяч репутации найти. Сколько мне лет? 35. Окей, все, впереди. Главное не напиться до смерти. Вообще, не обязательно устраивать все эти грандиозные события, можно и просто на охоту сходить. Но на Соколиную. Вот сюда в Голландку сходим, пусть начнется охота. Попробуем поймать Зайца. Это очень сильно понижает шансы на успех. Я восхищенно слежу за тем, как Ястреб находит жертву и взлетает высоко в небо. Зайцы не замечают, что Ястреб поет в небесах и внимательно осматривает окрестности. Снова и снова Ястреб падает на жертву, но промахивается. Отступает или лишь слегка задевает свою цель. Прошло несколько часов, почти вся дичь исчезла. Ястреб теряет последние силы и солнце садится. Ладно, неудачная охота. Оставим это приключение в прошлом. Немного престижа я все равно заработал. Но у меня, кстати, и пассивный прирост очень хороший, плюс 20 в месяц. Я думаю, все-таки в паломничество сходить надо, чтобы бросить пить. Если получится, то от пьянства можно очень быстро и неожиданно умереть. Отправляемся в Филадельфию. Шествие будет огромное. А моей целью будет фанатизм. Вице-президент Боб получает прозвище Достойный. Еще 150 престижа. К сожалению, в Филадельфии бросить пить у меня не получилось. Но я благочестие заработал. Не знаю, правда, зачем мне оно. Мой тайный советник рассказывает мне о разных секретах. И они мне, конечно, пригодятся. Шантажируем всех. И заставляем вассалов проголосовать за мою дочь Джину Тиавильд. Вновь пришло время избрать нового президента Соединенных Штатов. Я выбираю я. Прекрасно. 1860 голосов получает президент Боб. Отлично. Я снова президент Америки. У меня есть уже 14 тысяч престижа. И думаю, пришло время заложить в нашу гутемитскую культуру лучшую традицию, которая тут есть. Барбекю. Уменьшится задержка между пирами. Персонажи будут чаще получать свойства душа компании. Это будет считаться престижным. Успешное проведение пир дает больше признания. Персонажи этой культуры могут содержать барбекю. Что бы это ни значило, эта традиция мне нравится. Уже больше половины необходимой репутации у меня есть. Ну и чтобы не сидеть на месте, устраивая только мероприятие, можно повоевать все-таки. Объявляем войну сенатору Арабелли Благородной из Старого Доминиона. И забираем все до Юри территории. Конфедерация Атлантика. Навязываем требования. Плюс 210 репутации. Арабелла Благородная стала моим вассалом. Думаю, можно создать парочку королевств. Это тоже дает репутацию. Вот, например, двойные короны. Даруем их полковнику Тадею. Герцог свапа создавать можно. Очень много земель в Священном Колумбийском Содружестве получили независимость. Значит, мы идем к ним. Священный Орден, как всегда, нам поможет. Тут есть целых пять пачек бронированных всадников. И 3700 ополчения. Очень хорошо они расширились. Еще 2000 престижей. Я стану легендарной личностью. Большой тур пока что я устроить не могу. Значит, устроим турнир. Снова в Бруклине. Турнир заканчивается. Я победил в декламации на скачках. За это мне дали призовую миску. И призовую кольцо. Но самое главное, то что у меня получен новый уровень репутации. Наконец-то Боб стал легендарной личностью. И это значит, что мы можем восстановить Америку. Но перед этим, я думаю, нам нужно развалить Священное Колумбийское Содружество. Потому что если мы этого не сделаем, то новая Де Юрия Империя, которая появится на месте Атлантики и на месте Новой Англии, не будет включать в себя вот эти вот земли. А это очень большой кусок. Поэтому императрице Мелани нужно объявить войну. Священную за королевство. Но я могу только Джорджу забрать. А что у вас там за восстание идет? Претендент. Завоевание. Значит, нам нужно захватить вот эти вот три провинции. Чтобы мы стали граничить с Алабамой. Захватим ее. Потом дождемся конца перемирия. И захватим Персиковое Дерево. И Окмалджи. Если Священное Колумбийское Содружество к этому моменту само не развалится. Кстати, посмотрите на очки, которые появились у президента Боба. Вот это красавец. Сразу видно достойный президент. Окей, объявляем тут несколько войн. А, только одно я могу объявить. Но мы тут быстро закончим. Плюс 100%. Следующая война. Моя жена родила сына. Джей Тиавельт. Косолапый. Но у меня уже есть наследница Джина. Амбициозная, справедливая, но трусливая. У нее какие-то странные рисунки на лице. Но кто эту молодежь поймет? Все, мы дошли до границы Алабамы. Моя дочка Джина выросла и 16 лет. Надо найти мужа. О, Исайя Тиавельт. Какой-то гигант. Ученик мэра. Он мой дальний-дальний родственник. Этот брак даст Джине 300 престижа. Объявляем войну Священному Колумбийскому Содружеству за Алабаму. Я решил начать захваты столицы, но Атланту придется брать 4 года. Поэтому проще будет алабамские земли оккупировать. Стою я, значит, на осадах. Стою. Отдаляю карту. А здесь в Колумбии началось нечто ужасное. И не только в Колумбии. Пришла Черная Смерть. Вот уж чего я не ожидал. До наших земель она еще не добралась, но я так понимаю, это лишь вопрос времени. Вряд ли мы сможем ее избежать. А нет, некоторые провинции здесь на юге. В Пальмету и Джорджии уже заразились. Нужно скорее эту войну заканчивать. Попробуем взять Атланту штурмом. Я сюда все ополчение пригоню. Начинаем штурм. Очень много людей, конечно, погибнет. Плюс 78%. Теперь можно другими провинциями заняться. Тоже штурмом все возьмем быстро. Тут какие-то крестьяне восстания подняли. Они освобождают провинции, которые я захватил. Прекратите, ребята. Мне объявляет войну Верховный Вождь Сена из Шенондоа. Ты с ума сошел? У него есть, кстати, сильные союзники. Так, надо закончить эту войну быстрее. Штурмуем последнюю крепость. Навязываем требования. Фух, Алабаму захватили. Но при этом мы потеряли практически всю нашу армию. Священное Колумбийское Содружество все еще стоит. В итоге Черная Смерть мимо нас прошла. Эпидемия заканчивается прекрасно. Можно было не переживать и не торопиться в итоге. Надо теперь защитить округ Рокки Гэп. Он даже не входит в Атлантику, поэтому можно было бы просто сдаться. И отдать провинцию этому цене. Но такое допускать нельзя ни в коем случае. Блин, у корпуса морской пехоты 40 человек осталось. После войны за Алабаму. Да и у меня ситуация не лучше. Надо немного восстановить нашу армию, победить хотя бы в одной битве и белый мир навязать. Начинается бой, все сюда стягиваются и мы побеждаем. Все, статус-кво. Чтобы перемирие с императрицей Мелой не закончилось быстрее, мы ее убьем. Не получилось. Подождем еще годик. О, ждать не пришлось. Священное Колумбийское Содружество само развалилось. Значит, пришло время восстанавливать Америку. Воссоединив земли, на которых была основана Америка, я могу призвать своих вассалов, чтобы признать свое государство истинным преемником Соединенных Штатов. Священное Колумбийское Содружество и Атлантика объединятся, чтобы воссоздать Америку. Я получу прозвище Свобода и свойства Верховный Главнокомандующий. Земля Свободных и Дом Храбрых. Когда-то Америка была величайшей империей, которую когда-либо видел мир, простирающийся от Восточного Побережья до Сияющего Западного Океана. Все остальные народы мира поклонялись ее величию и силам, которые она обладала, была за гранью воображения. Хотя событие, возможно, и разрушило то, что построили основатели, мы, люди, помнили. С тех пор мы усердно работали над тем, чтобы вернуть нашей стране былую славу. Наша тяжелая работа принесла свои плоды, и звездно-полосатое знамя снова реет над землей свободных. Народ Восточного Побережья, истинные наследники сурового испытания Америки, возглавил ее восстановление во имя единой истинной веры. В Вашингтону мы верим. Из многих один. Президент Боб Свобода возродил Соединенные Штаты Америки. Как я и хотел, Колумбийское Содружество вошло в состав нашей империи, но посмотрите, как сильно у нас упал доход. Во-первых, у нас изменилась форма правления. Теперь мы федеральное правительство, оно является высшим институтом, объединяющим Соединенные Штаты Америки. После смерти президента будут проведены выборы для его замены, однако если в настоящее время существует вице-президент, он примет на себя обязанности президента. Вице-президентов у нас нет. В выборах наследника Соединенных Штатов Америки могут участвовать только кандидаты в президенты, а голосовать может только коллегия выборщиков. В старой империи президент избирался священной коллегией выборщиков, в которую входили выборщики, представляющие различные королевства внутри страны. Это самое священное устройство было восстановлено. Голосовать на данный момент могут только губернатор Тадей из двойных корон и губернатор Арабелла из старого Доминиона. Моей наследницей будет первая дочь Джинна. Пока что у нее первый ранг. И еще вместо авторитета короны у нас теперь уровень Девкон. Именно из-за этого доход у нас так сильно упал, потому что четвертый Девкон понижает налоги с владений на 35%, и чтобы его повысить, нужно еще 5 лет подождать, но и там налоги с владений у меня не сильно увеличатся. Все мои васалы тоже сменили форму правления на федеральное правительство, не считая племенных ребят, и нам доступны новые решения. Во-первых, реставрация Гранд Вирджиния. Чтобы его прожать, нужно, видимо, владеть большей частью Гранд Вирджинии, вот этого региона, иметь титул Старый Доминион и Канава. Кстати, Старый Доминион у меня есть, но он принадлежит губернатору Арабелле. Еще мы можем воссоединить Каролину, для этого нужно иметь титул Тархилл и Пальметто. Кстати, это решение можно прожать, но подождите, я могу еще соединить два президентства. Светская духовная власть президента может быть объединена. После полного восстановления Соединенных Штатов и истинного поста президента, остается мало причин для того, чтобы какая-либо духовная власть находилась за его пределами. Имея оба титула, я смогу полностью объединить их, так что светская и духовная власть президента навсегда будут связаны. Прожмем это решение. Когда Америка была в самом слабом состоянии, институт президентства был воссоздан среди ее самых верных последователей. Теперь, когда настоящая администрация президента восстановлена, этот прежний титул не имеет большого значения. Таким образом, указом президента он был включен в состав исполнительного аппарата. В будущем в Соединенных Штатах будет только один президент, и ему будет предоставлена полная духовная и светская власть над всей Америкой. Президентство уничтожается. Я становлюсь главой конфессии конституционалистов, принципиалистов, либертарианцев, исключителей, мечтателей, арсеналистов и патриотов. То есть теперь главный титул наш это не президентство, а Соединенные Штаты Америки. Удобно. Ну, давайте воссоединим Каролину. Надо два королевства создать, еще 550 золота потратить на прожатие решения. Надеюсь, мне хватит денег. Создаем Тархилл и создаем Полиметту. Легенды и стихи рассказывают о давних временах, когда Тархилл и Полиметта были близнецами, жившими в гармонии. С ними обоими случилась какая-то трагедия, их пути разошлись. Для меня настало время воссоединить потерянных близнецов в великое единое королевство Каролина. Близнецы воссоединились. Два королевства близнеца, Полиметта и Тархилл, наконец-то воссоединились. Мы всегда будем жить в гармонии и сотрудничестве друг с другом. Никогда больше мы не расстанемся. Первый в свободе, подготовленный с умом. Каролина появилась. И кто будет ее губернатором? Да Юрия столица находится вот здесь, в треугольнике. Но сенатора Кировина труса я не хочу делать губернатором. Он блудливый, кровосмысительные отношения у него там какие-то были. Вот, сенатор Даниэла из лоу-кантри будет губернатором. Держи Каролину. Теперь она тоже имеет право голосовать. Эмпайр стоит и я оставлю себе, но остальные королевства, наверное, надо создать, чтобы у нас было больше выборщиков. Правда, в таком случае мой доход еще сильнее уменьшится. Да, и наша до Юрия столица теперь Вашингтон. Поэтому давайте мы туда переедем. Президент Соединенных Штатов Америки должен сидеть здесь. Но Манхэттен я никому не дам. Так, а куда делась моя шляпа? Что это за корона? Я президент, а не император. О, тут можно на голову надеть футбольный шлем. Мне нравится. Но шляпу я не могу найти почему-то. Ладно, без головного убора буду ходить. В таком виде Боб тоже неплохо смотрится. Думаю, разработчика мода надо монарший двор сделать в виде овального кабинета. Наверняка у них есть такое в планах. Минуточку. А у нас, оказывается, налоговые юрисдикции есть. Видимо, через них мы наш доход и сможем исправить. Прикольно, что тут такая функция есть. Юрисдикция департамента. Кто будет сборщиком налогов? Тут много ребят с хорошей пригодностью. Давайте выберем Кармен Церинг. Ей 17 лет, у нее есть выдержка. Она усердная, сдержанная. Значит, будет честно свою работу выполнять. Надеюсь. И это мне уже плюс 685 золота даст. Давайте посмотрим на налоговые указы. У нас есть казначейство. Дает плюс 20% налогов. Прирост развития. Немного народного мнения за каждого вассала. Государственный департамент. Плюс 10% налогов. Дает еще престиж Сюзрену. Силу происка, взближение и влияние. Министерство юстиции. Дает меньше налогов, но дает больше ополчения с вассала. Еще ускоряет культурный интерес и дает благочестие ежемесячно. Министерство обороны. Еще меньше налогов платит. Дает больше ополчения. Понижает содержание профессионалов. Затраты золота на содержание армии. Дает контроль. И все это за каждого вассала. Плюс у вассалов будет повышен уровень форсификации. Департамент внутренней безопасности. Дает плюс к ополчению. Повышает силу враждебных происков. Как будто бы казначейство самое лучшее, что тут есть. Золото решает все. Хотя и Министерство обороны мне тоже нравится. Учитывая, что можно снижать содержание профессионалов. Окей, тут у нас есть 15 налогоплательщиков. Следующим сборщиком налогов будет Самойль Буажоли. Пахотливый фанатик гневливый. Думаю, сойдет. И еще одним сборщиком налогов будет моя первая дочь Джина. Когда ты успела спиться? Что за проклятие на нашей семье висит? Ладно, назначить. Плюс 16 золота ежемесячно. Но у нас, кстати, законы о наследовании сменились. Прима генитура — это хорошо. Закон о выборах федеральный. Федеральное правительство несет ответственность за соблюдение закона о выборах на всей территории страны. Есть у нас еще реформированная коллегия выборщиков. Коллегия выборщиков будет следовать реформированным правилам, отражающим нынешнюю численность населения на президентских выборах. Не понимаю, как это работает. Но, возможно, с этим законом о наследовании выбирать будет народ, а не наши губернаторы. Здесь у нас равенство, все стандартно. Закон главы конфессии, одинаковая конфессия — все в порядке. У меня аж настроение лучше стало из-за того, что доход увеличился. Хоть он и по-прежнему не такой большой, какой был изначально. Но тут еще решает то, что я некоторых прямых вассалов потерял. Окей, давайте реставрируем Гранд Вирджинию. Старый доминион у нас есть. Нужно еще канаву захватить, создать. Но, чтобы это решение прожать, старый доминион должен быть моим титулом. Поэтому придется у губернатора Арабелла его отнять. Однако уровень Девкон не позволяет лишать титулов, значит надо будет его повысить, но здесь тоже нельзя титулы отнимать. Хм, а как мне быть? Нужен второй уровень Девкона? Или пятый? Подождите. У меня вообще не будет возможности отнимать титулы? Да, это проблема. Хотя есть еще один вариант. Можно завоевать канаву, создать ее и передать губернатору Арабелле. Не знаю, прожмет ли она это решение, но если да, будет очень хорошо. Объявляем войну Верховному Вождю Цене. Я помню, что у него есть много союзников, но думаю мы быстро захватим эту еловую ручку. И проблем у нас никаких не будет. Но вот это мне не нравится. 8 тысяч человек движутся в нашем направлении. Ладно, давайте, наверное, соберем всю нашу армию. Ой-ой-ой, мы не успеваем уйти. Отправим ополчение на помощь. Наши профессионалы со всем справляются, молодцы. Значит, стоим дальше на осаде. Сто процентов. И все-таки один налоговый указ я поменяю. Сделаем Министерство обороны, чтобы армия не тратила так много золота. Дальше, я думаю, воевать будет намного легче. Кстати, я не обратил внимания, но судя по всему у нас есть претензии на все Соединенные Штаты. Мы можем восстановить имперскую провинцию и воевать за целые королевства. Причем бесплатно. Я уже могу создать канаву, нужно только 400 золота накопить. Какая-то очень большая пандемия, королевское зло, корь идет вдоль реки Святого Лаврентия. 80 человек уже погибло. Создаем королевство канаву и передаем ее губернатору Арабелли Благородной. Очень большой вассал, конечно, у меня будет. Но я надеюсь, она восстановит Гранд-Вирджинию. По идее, требования у нее все должны быть выполнены. Но ей может не хватить престижа и золота. Давайте захватим волшебное королевство. Диснейленд будет под нашим контролем. Восстановить имперскую провинцию, волшебное королевство, все, поехали. Генерал Морибель верит в американскую мечту. Я ее президент? Да. Значит, ты должна мне подчиняться. Еще по одной, слуга, пожалуйста, ик. Вино искажает мою речь, но мне слишком уютно в его хмельных объятиях, чтобы думать об этом и вообще думать. Внезапно алкоголь решает покинуть мой желудок и влажным потоком выплескивается на мой ужин. Ближайшие гости раздраженно фыркают, не скрывая отвращения. И затем я вижу, что на меня смотрит Джей, мой сын. Джей Теавельт может надолго запомнить увиденное. Дверь в погреб обычно закрыта. Запомнить несложно, ведь повар все время жалуется на крыс. Я осторожно приближаюсь к темному дверному проему. Передо мной мой сын Джей с приоткрытым ртом и мутным взглядом в воздухе витает вино. Я отшатываюсь при виде подобного зрелища. Неужели я веду себя таким образом? Наконец-то я могу бросить пить. Много стресса получу, но зато здоровее буду. Теперь у меня нервный срыв. И выбор. Либо идти в бордель, либо терпеть и получать еще больше стресса. Лучше пойду в бордель. Распутство моему здоровью не повредит. Сто процентов. Мы забираем волшебное королевство. Сам титул остался у генерала Морибель, но она скоро его потеряет. Потом я заново создам это королевство и, наверное, передам его своей дочери. Джина. Вот тебе в подарок Орландо. Вместе с замком Диснея и военными академиями. Правда, я теперь не могу за него голосовать на выборах в штатах. Это фигово. Придется голосовать за первого сына Джея. Видимо, не стоило давать ей эти титулы. Но уже поздно. Отнять их я не смогу. Теперь надо всю Джорджу завоевать, все волшебное королевство. Тут осталась мелочь. Завоевать персиковое дерево герцогиня Меланни жестоко и, кстати, непросто. Они копались тут очень хорошо у них. Высокая фортификация практически во всех провинциях. Здесь в Атланте вообще есть стены Леонидаса. Так что на осадах мы будем долго стоять. Президент Боб Свобода стал немощным и находится на пороге смерти. Скоро он отправится на тот свет. Давайте повысим Девкон до третьего уровня. Президент Боб испускает дух в возрасте 65 лет. Он умер от старости. К смерти от него осталась лишь пустая оболочка. Президент Джина восходит на трон. Вряд ли поданные станут уважать эту трусливую душонку. Да ладно, как будто трусость это самое главное, что в ней есть. Мы потеряли Нью-Джерси, Эмпайр Стейт, Округ Ромапо и Нью-Йорк. Но у нас остались Соединенные Штаты Америки и Вашингтон. Этого, конечно, очень мало. Мой отец Президент Боб умирает и Империя приходит ко мне. Хорошо, выборов, я так понимаю, у нас не будет никаких. Раздаем места вассалам. Но относятся они ко мне хорошо. На выборах в Соединенных Штатах я, пожалуй, проголосую за губернатора Джеф Троа, за моего брата. Но пока что его поддерживают только я. Другие губернаторы голосуют за Даниэлу, за директора Центральной Разведки Джанет Мудрую и за губернатора ДД Развращенного. Волшебное королевство развалилось, можно создать титул, плюс легитимность. Наконец-то 100% и мы забираем себе персиковое дерево. Теперь Мелани жестокая, мой вассал. Так, вся Джорджия завоевана. Можно создать еще одно королевство. Алабаму тоже можно создать. Губернаторов у нас теперь будет еще больше. Не все они, конечно, приятные люди. Но все должно быть правильно. Волшебное королевство, кстати, стало Флоридой, как и должно было быть. И столица принеслась вот сюда, в Майами. И сейчас мы будем за него воевать против королевы Хетти из Доминго. Вот здесь ее столица находится, хан Хуан де ла Магуана. Каким образом она забрала себе вот эти титулы, я не знаю. Верят жители Доминго в Орден Ябинги. Орден Ябинги, названный в честь легендарной королевы воина, является старейшим из особняков Раста. Приверженцы известны тем, что регулярно проводят фестивали, на которых поют древние гимны, полагая, что это приблизит их к Эджа. Давайте проваливайте из моей Флориды. Сегодня губернатор Джей умирает, и Соединенные Штаты Америки стоят на пороге перемен. Мы никогда не узнаем, каким правителем он мог стать и выиграет ли империя от этой смерти. Брат мой умер. От ран. И кому достался Нью-Джерси и Эмпайр-стейт? Губернатор Лем, мой сын. Неплохо. Видимо, он и будет следующим президентом. Юг Флориды захвачен. Остался только Санкт-Петербург и Тампа. Эти провинции контролирует генерал Стелла из Риогранда. Опять же, непонятно, откуда у нее эти земли. Но мы их заберем. Готово. Навязываем требования. Президент Джина заболела туберкулезом. Пусть врач не делает ничего сверх необходимого. Симптомы облегчили. Жить будем. Но на этом, мне кажется, можно заканчивать это прохождение. Мы смогли возродить Соединенные Штаты Америки. Захватили все восточные побережья. Захватили Флориду. Почти все наши правители были президентами Америки. Ну и все важные, интересные, серьезные решения мы с вами прожали. Не считая реставрации Гранд-Вирджинии. Конечно, я не захватил всю Северную Америку и все те земли, которые изначально были у США. Но на покорение всех этих империй уйдет безумное количество времени. Основную цель мы с вами выполнили. И несмотря на то, что мы восстановили Соединенные Штаты Америки, это сильное, богатое государство, есть ребята в мире и посильнее. Например, здесь, в Южной Америке, Бразильская империя есть, которая в разы сильнее нашей. Калифорния есть, она не особо сильная, но большая. Однако со временем, я уверен, Соединенные Штаты станут сильнее всех. Если, конечно, государство снова не развалится из-за каких-то внутренних конфликтов. Но даже сейчас у нас нет никаких серьезных фракций, там разделения, независимости. Все рады, что Соединенные Штаты Америки возродились. Практически. И всем нравится действующий президент Джина. Надеюсь, это прохождение вам понравилось. И обязательно еще вернусь в этот мод, для того, чтобы поиграть за каких-нибудь более экзотических ребят. Мне он очень сильно понравился, но, конечно, есть тут еще над чем работать. В общем, если этот ролик вам понравился, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Подписывайтесь на телеграм-канал, приходите на стримы. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok